Исследуя Геральдику Руси и Украины, я в музее в Астрожском замке нашел перстень Рюрика, который, вероятнее всего, относится именно к самому Рюрику или к ближайшим его потомкам. Имеется в виду, конечно же, князь Игорь. Менее вероятно, что к Святославу или дальше. Менее вероятно, как раз учитывая, что сам перстень изготовлен в скандинавском стиле, но при этом изображает славянскую символику, нужно предполагать, соответственно, как раз человека, который сам по себе был славянином со своей символикой, со своей философией, своего вероисповедания, но был в тесной связи с скандинавами. И ввиду этого они ему изготовили, соответственно, перстень. Такое могло быть на Балтийском море, и такое могло быть при условии, что самим человеком был Рюрик. В крайнем случае, кто-то из его братьев, или в еще крайнем случае, да, перстень был кого-то из них, но потом перешел как раз Игорю. Вероятнее всего, что перстень все-таки был Рюрикой и перешел Игорю. И вот, соответственно, поскольку Рюрик по своему происхождению был рюгенским, вендским князем, то дальше он занял территории Фризии, занял территории Хедебю, занял другие территории, на которые он имел династические права. И ввиду этого как раз значительное количество скандинавов, носителей скандинавской культуры, стали его подданными. Ну и будучи его подданными, кто-то из них для князя и изготовил данный перстень. Так это дело, в общем-то, единственным возможным способом и сходится. Другим каким-то вменяемым способом свести происхождение этого перстня к какому-то логическому чему-то, к сожалению, не получится. Но, исследуя этот перстень, можно заметить, что он связанный, весьма и весьма связанный с символикой, которая присутствовала на территории Руси и Украины еще с намного более древних времен. С намного более древних времен, то есть, попросту говоря, со скифских времен. Скифские времена, далее времена амбской державы, черняховской культуры. Все это можно прослеживать на наших территориях. На территориях Москвы ничего подобного не было и не предполагалось. А на наших территориях это было и в весьма и весьма большом количестве. И дальше, учитывая миграцию русов, ругов, которые стали предками Рюрика, в общем-то, да. В общем-то, понятно, что часть тогда русинов перебралась на территорию Прибалтики. Там, собственно, сформировалась Арконско-Рюгинско-Ретринская Русь. Там, кстати, рядом проживал еще такой, можно даже сказать, этнос, как Украине или Украяне. Или, как, соответственно, московиты их назовут, древними Украми. То есть, все как бы плюс-минус соответствует. Есть и русины, которые, они же, Укры. Есть два священных центра. Это Арконско-Рюгинско-Ретро. И рядом проживают вагры, верины, варяги. Вообще, вот эти вот варяги произошли именно в Приазовье. И впервые они были известны как раз на территории Приазовья, поскольку они именно с Приазовья осуществляли свои походы против колонизированных территорий уже Римской империи в Причерноморье. Об этом будут другие мои материалы. Отчасти я этой темы касался еще в видео по Боспорскому царству. Поэтому, кто приблизительно имеет разум и сам может поискать, он найдет такой народ, который упоминается как ворони или вороды. И, согласно греко-римским источникам, они проживали, соответственно, в Приазовье. То есть, по сути дела, это военные отряды. Если брать тексты из искоростанского списка царей, там они называются бранниками, то есть, дословно, военными, бранными людьми. И описано, что в эти бранные люди шли из разных народов, в частности, из готов и из славян, именно для того, чтобы воевать против Римской империи. Иногда в совокупности этих бранников или вместе с ними упоминаются также готы, уругунды и карпы. Уругунды — это, в общем-то, протобургунды, карпы — это жители Карпат. Они упоминаются в новой истории Зосимы, они упоминаются в каноническом послании Григория Чудотворца, ну и в ряде еще других источников, о которых будет говориться отдельно. То есть, так или иначе, со значительной степенью уверенности, и русины, русы и украяне, ну то есть, по сути, русины и украяне, имеется в виду, как два эти этнонима, которые есть у одного и того же народа, и вот эти, и те, которые назывались вородами, в некоторых случаях даже как вороны их интерпретировали, но это неправильно. Правильнее интерпретировать их как бранники, если опираться на искрестанский список царей. Так вот, и русины, и они происходят как раз из Северного Причерноморья, что можно проверить, начиная от античных авторов и заканчивая археологией, упоминанием, иммиграцией во время великого переселения народов и все остальное. Поэтому Рюрик, точнее его предки, в общем-то и происходили из Северного Причерноморья, и в тяжелое время для Руси и Украины, когда на нее давил Каганат Хазар, Рюрик пришел и, в общем-то, спас, соответственно, Русь-Украину от хазарского вмешательства. Нюанс, как бы, отчасти можно сравнить это с тем, как, допустим, сейчас канадская диаспора помогает тоже Украине в борьбе с нынешним хазарским Каганатом, то есть Российской Федерацией. Но это уже тоже отдельные исторические параллели, а суть не в этом. Суть в том, что на просторах Москвы ныне выдумали такую идею, что рюриковичи, видите ли, имеют финно-угорскую ДНК. НС или Н1С, или как-то так. Я, по сути дела, даже не вникал особо в то, как называется эта тема, потому что они сами путаются в показателях. Они сами путаются в показателях. Ну, это по естественным причинам, потому что у них все подделано. Они подделывают и сейчас себе историю, они понимают, что они имеют финно-угорское происхождение, и проблема в том, что вот их как раз рюриковичи, которые имеют вот эту гоплогруппу Н1С, ну или как их великий ученый, который рассказывал это все в передаче «Родина слонов», как бы вообще выстроил им происхождение буквально с территории Южного Китая, как они вот с Южного Китая шли по северу Евразии, пришли туда, потом сюда. Мне это сразу напомнило, конечно же, Библию. А кроме того, это очень хорошо соответствует нынешней московитской идеологии. Идеология называется евразийство. Поскольку московиты хорошо понимают, что они не являются полноценно европейским народом, и ссылаться на европейское происхождение для них – это глупо, очевидно глупо, поэтому как другая концепция – это евразийство. И вот эта концепция, по которой они происходят с Южного какого-то Китая и все, что с этим связано, для них это весьма удобно, для них это весьма уместно. Вопрос только в том, что Рюрика и Рюриковичей к этому приписывать не нужно. Рюрик и, соответственно, Рюриковичи – это, соответственно, то, что имеет отношение исключительно к индоевропейцам. Сам Рюрик, происходя из княжеской элиты, естественно, был индоевропейцем. Ну и его потомки, по даже банальным соображениям, также должны быть индоевропейцами. Но есть один нюанс. Так называемые московские Рюриковичи, а точнее Кал-Итичи, не являются индоевропейцами. Они являются как раз носителями той самой финно-угорской гаплогруппы. А если так, то срочно им нужно придумать и Рюрику финно-угорское происхождение. Если такое финно-угорское происхождение Рюрику не придумать, то окажется очень интересная вещь. Окажется, что, в общем-то, московицкие так называемые Рюриковичи к Рюрику, к реальному Рюрику, не имеют вообще никакого отношения. И это полностью станет подтверждением того, о чём я говорю, о том, что Кал-Итичи — это не Рюриковичи. Единственное, что я анализировал эту тему на основании исключительно летописей и сопоставления и исследования летописного материала, а те, которые пытались приписать им связь с Рюриковичами, исследовали этот вопрос на основании генетического материала. Но и в моём, и в том варианте история сошлась на том, что Кал-Итичи — это вообще ни разу не Рюриковичи. И это важно. Это ключевой нюанс. Рюриковичи — индоевропейцы. Большая часть и славян, и скандинавов, проживавших на территории Прибалтики, это индоевропейцы. Исключительно индоевропейцы и никто другой. Но Кал-Итичи — не индоевропейцы, Кал-Итичи — финно-угры. Поэтому у них, соответственно, вот эта гаплогруппа, которую сами же московиты путаются в показаниях. То ли она у них Н1С, как по идее правильно она должна называться, то ли она у них какая-то НС1-1. Я не знаю, может быть, такая тоже есть. Я честно говорю, я глубинно не изучал вопрос финно-угорской ДНК. Может быть, вот эта какая-то НС1-1-1, да пусть ещё будет ей 20 единиц, может и такая есть. Я вроде как всё-таки знаю, что есть Н1С, но ладно. Ладно. Так или иначе, это гаплогруппа, которая соответствует именно финно-уграм. И да, то есть Кал-Итичи — это финно-угры. Кал-Итичи — это не Рюйковичи. Это факт. То есть московицкие так называемые генетики, исследуя, в общем-то, ДНК московицких деспотов, по сути подтверждают, пытаясь строить вот эту всю достаточно далеко идущую теорию о евразействе, о том, как вот эти финно-угры из Южного-то Китая, чуть ли не с Австралии, тащились в крайний север какой-то, переходили в Северный Урал, какого чёрта даже, чёрт не знает. Но они там лазили. И потом они добрались, соответственно, до Скандинавии. При этом эти финно-угры, они вообще фантастические финно-угры. Они вот, значит, жили в Южном Китае. Ну, сейчас я не про логику, сейчас я про московицкую подачу этой информации. Они, значит, жили в Южном Китае. Из Южного Китая они вытащились на север Евразии. Сразу же забыли свой китайский язык. Смешались с какими-то вот тамошними народами. Потом перешли Южный Урал. Смешались с носителями финно-угрских языков. Потому что они финно-угры, но при этом они не совсем финно-угры. А точнее, они частично финно-угры. Ладно, логика тут уже вообще напилась и сдохла в уголке от таких рассказов. Но, в общем, потом они еще пришли в Скандинавию. И вот эти финно-угры стали викингами. Они забыли о том, что они финно-угры. И они стали викингами. Они стали молиться Одину, плавать на дракарах, все вот эти дела. А дальше, а дальше они забыли о том, что они викинги. Они прибыли на Русь и стали славянами. Потому что у Рюриковичей нет ни финно-угрских, ни скандинавских, как таковых, имен. Имя Рюрик, оно является славянским и означает «рарок», то есть «сокол». Причем это именно несколько упрощенно модифицированная версия имени «сокол», чтобы как раз не было того, что Рюрик претендует на то, что он там воплощение целого «рарога». Вот «рарогу» можно вот так полноценно звучать, потому что это имя Всевышнего, имя «сокола», который является в общем-то тем героидическим символом Рюрика. А вот человеку нежелательно. Поэтому, в общем-то, и получается имя Рюрик или Рорик, но не «рарок». Это все славянская вообще система. И тут нет ничего. Это ни Один, ни там Фрейр, ни Тор. Дальше Игори, Святославы, все вот эти. Опять же, ни одного скандинавского имени. Можно вспомнить договора Руси с Византией, но тоже вообще другая тема. То знать, которая была связана с Рюриковичами, а не непосредственно Рюриковичи. А знать, естественно, была там уже всякая. И скандинавская, и славянская. Там даже Финаугру какой-нибудь мог быть, хотя об этом нет никаких свидетельств. Но даже это чисто логически вполне уже было уместно. Ну, или какой-нибудь булгарин, по крайней мере. Однако, так или иначе, Рюриковичи все же были славянами. То есть, гаплогруппа Р1А1. Р1А, по крайней мере. без всяких вот этих Н1С. Н1С – это у Финаугров. Это не наше. Такие вот дела. Такие вот дела. Которые, в общем-то, хорошо, что это именно так и звучит. потому что, потому что московиты могли бы и дальше приписывать своих деспотов к Руси, к Русинам и так далее. А так, они сами же по своим, так сказать, Рюриковичам проверили, что, в общем-то, то не Рюриковичи, а что, в общем-то, то Финаугры с их гаплогруппой Н1С. Все. Политичи. В летописях оно так и значится. То есть, я еще задолго до того, как ознакомился с этими исследованиями, чисто на основе летописей записывал, ну, я другие исследования не менее бредовые читал, конечно, но тоже другая тема. Однако, так или иначе, так или иначе, чисто вот на основе летописей я пришел к выводу, что их так называемые Рюриковичи это Калицичи. А то, что оказывается, что Н1С это еще только лишь доказывает, что никаких Рюриковичей у них не было, у них были Калицичи, а Калицичи генетически являлись феноубрами. Все. То есть, говорить о том, что Московией правила династия Рюриковичей, которая, типа, у нас пресеклась, а у них сохранялась, нет вообще никаких оснований. Геральдика Рюриковичей, соколиная символика, для нашей местности она исконна и вечна. На их территорию она хоть и приносилась, но так там и не прижилась. Даже в Литве эта Геральдика прижилась, а вот у них не прижилась. Ну и, соответственно, генетически также о братстве ничего тут не намекает. Как доказали их же исследователи. Как, в общем-то, их же и исследователи доказали, что Русью исконно назывались всего лишь территории Украины и тоже не будущее Москва, Москва-ква, не Суздаль, ни вот это все не входило в территории того, что называлось Русью в узком смысле этого слова. То есть в непосредственном смысле этого слова. В империю Руси там уже все, что хочешь входило. Входили территории от Прибалтики с балтскими народами до, соответственно, Волжской Булгарии, от каких-то там Карельских северов до Кавказа. Касоги, Ясы, все вот эти тоже некоторые входили в империю Руси. И кавказские народы, может, даже предки Чеченов входили в империю Руси. Но как бы русинами от этого они не стали. А Русь в узком смысле это как раз территория Киевщины, Черниговщины, Житомирщины, ну, также территории западных областей Украины. То есть Русь, проще говоря, это Украина. Такие вот дела. Подделки все равно опознаются и опровергаются.